ребят вот мы приехали на джаке нашим друзьям фирма медснат для того чтобы выяснить сколько он весит в пустом состоянии чтобы знать сколько на него возить по суку загоним на вот эти чудо весы и взвесимся ну что поедем на весы господин посмотрим сколько здесь и джак у нас что взвесили муджак оказалось что у нас вот такой 820 длина кузов которого у нас он 6 тонник хотя у меня в паспорте написано грузоподъемность меньше на тонну да то есть как мне объяснили доработчики это сами там гаишники типа основы с надобрения вставляет такую грузоподъемность птс но я это не понял тему я как бы узнаю по точнее вам расскажу ну собственно извините ребят смотрите такая вот махина 820 длиной но весит всего тонну до принципе как бы нормально я другого и не ожидала скажу честно для меня это не новость я думаю конечно она будет больше весит для меня для моей работы собственно я не собираюсь на ней водить 7 тонн мне вот 6 глаза так достаточно лучше меня в птс будет указано меньше да но если какой-то на завод заехать как вы знаете осмотрят это как бы будет большой плюс вот для тех кто хочет все-таки больше грузоподъемность ребят попробуйте если вы будете обращаться к дилеру попробуйте обратиться к нему и сказать допустим чтобы вам сделали но вот не вот эти вот оцинкованные борты борты попроще из досок допустим из сухих толщину фанеру может быть поменьше сделать да а нет хотя тут наоборот то есть я бы есть обращался в следующий раз я в допустим попросил него допустим эти борты здоровые ну собственно особо ты не нужны потому что такие грузы ты не вожу ну который прямо им нужно жесткие такие борта вот такие проще мне и фанера принципе хватало я просто попрошу чтобы не сделали полегче двери допустим поставили те же самые зацинковки не зацинковки вот это вот из листового металла вот ну все остальное принципе тут я думаю без изменений ну можно в заднюю стенку допустим попросить чтобы не обшивали я да то есть вот такие материалы мы сделали заводим шванирует вкратце так на вот ребят тоже посмотрите на эту систему где вот крепится фары они так вот будет болтаться это уже доработчик сам сидел знаю но мне сказали что это как бы последнее такое произведение искусства все остальное будет другая технология какой-то закрытый короб чтобы соответственно вся грязь не летела да у нас получается что уже я проехал все 50 километров под задних колес все летит сюда соответственно это все дело ненадолго ну во первых там и брызговики надо ставить на колес плюс сюда еще какой-то дополнительный брызговик больше не летела у нас так вот тут все у нас вот так вот быстро засрется вот еще сейчас заезжал гараж заезжал гараж помните да что на джеке 22 колеса и на договаривался 20 город все-таки 22 колеса у них видите какая резина то есть но грубо говоря без зацепов конечно я побуксовал так действительно плохо что нет жесткой блокировки за система антипробуксовочной дано как-то иногда включалась но конечно все-таки нужно жесткую блокировку но как на камазе бабахнул и поехал заезжал побуксовал выход из этой ситуации вообще вот я в группе вконтакте нашу идет люди просто берут но владельцу же это купил и отогнали в шиномонтаж и взяли просто вот так вот нарезали эту резину вдоль то сделали им шашечку да вообще русская смекалка она работает хорошо у наших людей но вот маленький не в том направлении а так конечно интересный вариант извините как бы дорого не покупать новые колеса можно допустим комплект оставить это будет летний вариант купить зиму по моему одно колесико стоит 15000 рублей кто как решил я пока еще не знаю как мне сделать может быть тоже нарезать надо списаться человеком как у него отзывы вроде бы стал говорить получше цепляться насколько проходит резина при такой обработке вот пока такие моменты я только уяснил народ ну чё вот мы загнали джак на яму сейчас посмотрим ведь снизу что он все представляет как сделано удлинение ну и так далее давайте сразу начнем ребята с новой коробки увидеть этот новая коробка фазгир называется вот она именно так вот выглядит так что будьте внимательны когда будете покупать иногда дилера продается старыми коробкой и делают скидку но лучше брать вот такую коробку это новая вот ну так вот видите ничего тут у нас не течет пока вот ну вот наш двигатель камень он шкварня уже здесь все шприцованы от рессоры смотрите как они выглядят сколько нас впереди раз два три 4 5 5 листов остальные тут у нас не знаю протянута нет но мы поедем еще на предпродажку москву стабилизатор передний а чай это у нас рулевая тяга он кондиционер он видите куда вынесен уже в бок соответственно он тут не вначале она стоит вся проводка мозги у нас вот сюда выведены до соответственно здесь сеть клеммники сюда не знаю будет грязь полететь или не будет будет на тут конечно не знаю удачное решение или нет что их сюда перенесли не очень до удачно их мне кажется надо поднимать выше делать чтобы они на двигателем находились кстати вот это вот что такое за заглушенная фиговина тоже куда идет непонятно да потому что здесь ну поменьше раньше я напомню они стояли вообще под колесом под задним вот эти мозги и на них там летела как говорится все что не попадя здесь вот так вот вот трубки все тут вроде ничего не болтается у нас от автономки а выход от вебасты от жидкой да вот мы видим снизу что-то тут никакой шумоизоляции нету практически мало так скажем зато защитная шторка у нас есть это видимо зимой закрывать чтобы потеплее было чтобы радиатор меньше остывал вот это защитная шторка а это сетка вода москитная фантазировал защитный вот впереди отбойник такой капитальный и можно сносить все пеньки бордюры он выдержит точно ну и рама смотрите раму ребята двойная видите даже вот здесь вот она идет двойная полностью до перед идет двойная рама рессоры пальцы шприцуются вон там масленки есть что тут еще кондиционер уже в новых комплектациях идет вот вот так вот выглядит джак конечно тут то что мозги находится что-то закрывать да какое-то делать там уж все равно тут задувать будет вихревые потоки вся грязь будет лететь конечно вниз но я так думаю но может быть инженером джак виднее посмотрим эксплуатации покажет но это конечно лучше чем они были сзади под колесом а вообще был полный мрак ну придумаем что-нибудь пойдем дальше ушитель идет у нас это на счет пг ушечка до стоит тросики у нас здесь идут на коробку так вот этот болт он так и должен быть что ли не до конца надо на них такая система вот вроде все крутится и идем дальше смотреть это у нас блок с мочевиной не очень держится это лишнее чтобы сливалась и теремия то двойная рама идет полностью по всей машине соответственно не знаю как ее можно тут согнать или сломать но я думаю что можно кардан кардан у нас серьезно так выглядит по диаметру очень большой здесь вот видите три кардана вот так вот они установлены но имеют один разный уровень не знаю правильно неправильно это решение ну скорее всего они должны быть все в один уровень по крайней мере вот эти вот два насколько знает и сейчас вопрос будет решаться и будет мы его дорабатываться твоя туда подойдет карданы при удлинении используются родные джаковские подвесные подшипник тоже родные джаковские болты тоже родные джаковские идут вот посмотрите ребята вот вместе где удлинено у нас вставыш идет и у нас тут получается вообще тройная рама ведь вот в этом месте идет тройная рама заклепках все здесь сделано вот фургон снизу тут на болтах саморезах мы видим нету как любит луидор саморезов нафигачить они потом все выкручиваются здесь хоть на болтах сделано второй кардан такой небольшой ну и вот на третий у нас идет переход вот видите ребята раз два три тройная рама вместе где швеллер до для удлинения вот этот швеллер идет далеко-далеко практически тут к самому мосту подходит как у нас тут провода это шланги тормозный вот в этом месяце видите они резались удлинялись и вот на таких быстросъем их сделали в принципе стандартные все удлинение фургон стоит у нас на фанере через прокладку все как положено так скажем посмотрим вроде пока ржавчина не видно ничего вот провода но прицеп проводка так закреплена носительно тоже на хомутах вроде бы все держит самый интересный задний мост вот я не знаю вот смотрите какой диких размеров он прям вообще капитальный я не знаю чуть не может случиться вообще да ну вот но вот что огорчило нас там увидели вот это вот стабилизатор он конечно толщиной там с два моих пальца мне кажется тут надо что-то по основательной делать он прям по сравнению с таким мостом кажется но какой-то детский как и наверно не знают вал дачка от какого ним вот он держит на таких вот распорках или навал да и даже он у меня механик говорит то вроде был больше не знаю посмотрим как в эксплуатации он себя будет показывать вроде жопу ничего не виляет поможет по дороге машины ну и китайские инженера решили сделать так вот смотрите задние какая рисорина здоровенная на вот она тут на таких стремянках я не знаю сколько тут листов считать считать лень до подрессорники все шприцуются вот масленки стоят видите да уже прошприцована машина то есть ну как вы любите японцы до простые надежные машины минимум электроники барабанные тормоза так кстати тоже здесь стоят тормозят довольно неплохо почему японцы цели за надежность вот собственно тут такую конструкцию повторили будем испытывать джактон надежность принципе ничего не вижу что там что-то откручено болты какие-то не докручены все покрашено да то есть ну после удлинения обработана металл то есть голову нигде металла нет никакие болты стремянки все прочно держится ничего тут не болтается вот вы помните газон когда мы смотрели там немножко другая была ситуация смешная ну конечно стремянки вот еще бы надо будет протянуть после погрузки мы еще не грузили ни разу вот вот видите кардан до джаковский вот его оригинальный номер стоит крестовина тоже джаковский мост соответственно вот посмотреть тут какой-то стоит устройство не знаю зачем она без может какой-то а б с на и ну больше как бы ребята лиза катализатор вот это от катализатор идет до это дать и сюда приходит слушал там какая-то одна схема или клемма не подключена беленькая чё-то тоже какая-то фишка фишка какая-то стоит зачем нужно это для чего-то когда-то может быть а тут же тоже понимаешь тоже камушки еще и дугу могут ставить на них может быть для них какой-то выход очень ребят смотрите рамота двойна идет прямо до самого до самого конца соответственно все это дело у нас полностью идет вон там стоят краны тормозные да то есть мы видим что-то не уже нас грязноватенькие да такие я проехал 50 километров брызговиков то у нас а у нас брызговиков кин конечно надо вешать брызговики на него что туда поменьше задувал у всякого дерьма он фишка висит опять не подключенная вот это да что за фишка кто-нибудь мне расскажет на и зачем она тут нужно но она заизолирована уже идет так что мы узнаем это все может быть для разных комплектаций великом и ушек вот но с виду вроде бы как бы все сделано добротно эксплуатация покажет посмотрите на при хорошем освещении вроде ничего не подтекает все отлично все посмотрите жгут и вот эти вот все клеммники они про изолированы и замотана что туда никакая грязь не попадала не влажность здесь у нас перенесен уже обратить внимание вот этот блок осушитель он раньше стоял вот здесь под кабиной соответственно его тут поменять было блок проблем сейчас он перенесен сюда так за ящик тут аккумулятор на что ли вот соответственно пожалуйста меняйте проблем нету север тоже сюда перенесем . эксплуатировали они поняли что недоработки все исправили так что воздушный фильтр у нас вот здесь сзади почему нет у нас брызговиков спереди стоят джаковские родные сзади конечно тоже бы надо резина ребята 22 стоит впереди тоже барабанные тормоза там видите все шприцуется все мажется подушки двигателя вот снизу тут генератор у нас находит турбинка но ничего не счет в принципе это каменс вопросов к нему быть да наверно быть не должно фильтра все оригинал стоит все как вот так вот он вид сзади у нас такой маленький бачок под замерзайку идет тахограф мы устанавливаем для этого всю машину разобрали практически посмотрим в общем на чем сказать эксплуатации покажет конечно нашли мы тут таких несколько недоработок не знаем и я проконсультируюсь мастерами из жака что они скажут на это но так принципе добротно сделано не знаю до чего докопаться может смотрите как фара светит а вот этот ближний это дальний даже ближний мы видим вообще просто но огонь ровное пятно такое все видно недалеко причем видно вообще как говорится красота то что на газу чё фарта грязные даже не протирал там вот ничего там запылением газа не вообще ездил мрак просто зимой есть может у нас какая дорога в нем новгороде еще джак даже по таким кончиком идет смотрите ничего не выпрыгиваю сиденье он смотрите как пятно до световое красота кардана да конечно очень много споров сейчас ходит как должно правильно должны они вровень стоят ли у под каким-то углом одно я могу сказать что как мне сейчас мы будем переделать эту систему не мы мы переделся конечно рабочих до делать так что у нас карданы стоят должны бы стоять ровно вот вообще это как бы не инициатива а требования дилера неделя дистрибьютору компании джак они я вам скажу очень серьезно относятся к этому делу к этим доработкам тут прям все доработчики просто в ужасе от их требований но все правильно они хотят сохранить марку чтобы джак был надежным потому что из-за таких вот вещей может быть я не утверждаю может быть какие-то там поломки и так далее им как бы это не надо потому что они отвечают за качество за бренд этой машины нам то есть вообще отношение к работе совершенно другое не как наши производители уверяет непонятно кому дорабатывать дорабатывать удлиняет чуть ли не в повороте не покажи подвороте здесь этот список как бы ограничены и требования очень серьезные я вот заметил по себе что ребята у меня конечно одна из первых машин так скажем экспериментальных вот сейчас будем экспериментировать вместе с доработчиками как чтобы все ходило хорошо что потом вы купили у вас не было таких ребят почему я так долго покупал джак вот эти вот два месяца я как бы говорится мучился с лизинговыми компаниями на как вы знаете я покупаю машину только при минимальном авансе вот тут не представитель джак сказали к нам обратилась какая-то к лизинговой компания определенная сказали что 10 процентов мы можем вам сделать на джак я говорю блин я это давно ждал обменялись контактами в общем я с ними списался начинается как обычно запрос документов там бухгалтерские отчетности все туда там присылали и там еще какие-то там договора сканировали птс все отправляли какие машины есть они сначала сделали расчет с десятью процентами смотрю ну нормально вроде бы график ну да сейчас отправлено согласование вот согласовывали там три недели наверно то все эти документы те документы пришлите пятое десятое ну вас проверил вот служба безопасность а нормально там присылает все вы как бы будет кредитный комитет кредитный комитет состоялся да вам одобрили но аванс 20 процентов поручительства и так далее я говорю а я сколько просил 10 то почему у меня был добрый 20 ну вот так вот у нас одобрения берем спасибо ну блин вот у нас еще есть в группе компании одна компания не будут говорить вот с кем я конечно общался они не вот там топовые компании где-то на месте 15 может быть каком-то в рейтинге там находится ну вот у нас еще есть одна компания которая вам точно сделать 10 процентов вот такая вино давайте с ней пообщаемся тоже там связались менеджерам опять куча документов опять проверки троллевали теле теле приходит ответ 20 процентов и поручительство а нет они 15 процентов согласовали я говорю блин ну давайте дать присылайте договор посмотрим правило лизинг как правило то есть они прям явно это отталкивают менеджеры чё делал сначала делают вам присылают ну предварительный расчет где там график и так далее не написано ни переплата ни условий тогда его присылайте мне сразу договор образец и правило лизинга начинать читать их не договор сразу я захожу ну сразу я вижу что они пишут что мы все машины берем на кредитные деньги банк соответственно машина будет заломки в банк то есть они прям явно это отражают случае изменения каких-то процентных ставок со стороны банка по отношению к нам кредитовой компании вы обязуетесь эти то же самое принять соответственно и оплатить то есть если им банк поднимает кредит по проценту или чего соответственно они грубо говоря регрессом приходит ко мне и мне тоже делают дороже все это его нифига себе почему я как бы должен ваше взаотношение банком влезать ладно бог с ним читаю дальше договор я сразу обычно перехожу на штрафные санкции что там написано на да и читаю штрафные санкции за неуплату очередного платежа является 0 1 процента от договора лизинга до нормальных лизингов компаниях штрафные санкции уплачет а сумму платежа до договор лизинга на джак на три года составляет четыре с половиной миллиона вот в случае просрочки одного дня я лизинговой компании должен буду заплатить четыре с половиной тысячи в день я говорю ребят вы понимаете что это неадекватно так во всех компаниях это от суммы платежа допустим ну сто тысяч в месяц 0501 процент это говорят тысячи рублей у вас четыре с половиной тысячи вы знаете что там не дай бог еще аварии бывает там проблемы с геморрой с этими касками страховыми задержал вам задержал там заказчика или какие-то еще случились вопросы да там то есть просто за месяц можно грубо говоря обанкротиться у вас лизинговый платеж 100 тысяч плюс просрочка там по пять тысяч в день я говорю это месяц и грубо говоря в минус 200 там 50 тысяч это вообще неадекватно но у нас такие условия трали-вали теле теле я говорю это вообще то есть такие у вас вообще кто-то там подписывает да там и там яндекс такси выдаем машины еще что там я говорю но это не знаю как бы не совсем правильные люди которые они берут себя забавляя задавая в такую кабалу соответствую что случится как фирма там уйдет долги так и ты как поручитель вот дальше идем на машине должны быть установлен обязательно спутниковая система которая подключена к блоку управления двигателя и в случае у них тут случае там что-то просрочки дни 11-15 машина просто глушится то есть едете вы по трассе а просто бат заглушили двигатель машины через gps и все машина встала пока вы мне оплатите я говорю я вот первый раз вижу такие договору с кем я не работал с какими компаниями такого я не видел вот они говорят ну в общем у нас такие условия не хотите как бы ну не берите вы кто вас вообще беру доберу хватает как говорится чему я говорю ребята надо всегда читать лизинговые договора вы мне все пишите с кем можно поработать с кем можно посотрудничать я вам скажу одно не лезьте к току к топовым компаниям чем крупнее компания чем больше она там у нее портфель больше оборотов тем сложнее с ней работать как правило там один менеджер с вами согласовывает второй менеджер вам делать документы 3 выдает 5 ставит на учет шестой там что-то еще делаешь там какой-то еще запом звонит папа по оплатам по страховкам еще один вообще там замкнутый круг и они вот там грубо говоря такой вот круговорот менеджеров как правило не задерживаются и случае какой-то вопрос ты даже там были не знаешь кому обратиться начинаешь танки писать на какие-то электронки они вот них есть договор все они чтобы там что-то изменить это там надо болен не знаю кого поднять чем все тяжело вот так что и ребята читайте договора прежде чем вот вести сразу платить платеж там будет убежать там счет выставляете мне до просите правила лизинга вдумывайтесь каждое предложение соответственно представлять что каждый пункт сможет на вас работать и вы соответственно можете просто там блин не только не то что заработать потерять хрен не знаю сколько день а вот в общем я за это время перебрал наверное пять или шесть лизинговых компаний вроде бы нашел адекватную с которой мы условия не нормально плюс я не брал машину до этого не буду я вам ее рекламировать как бы ну как бы они есть и не факт что они одобрили 15 процентов не факт что они одобрят и вам такой да все зависит от вашего оборот есть у вас ли в машины или нет то есть от вашего состояния фирмы так что такая вот ребята ситуацию два месяца у меня джак стоял спасибо дилеру компания 1 до что ждали меня пока этот вот решила просто этими лизинговыми вот я взял кажется трудно мне далось этот лизинг на газовскую технику конечно там намного проще там чуть ли не все дают там минимальный процент делать десять процентов но так как она ликвидная случае чего там вы не платили он продадут там нового вида за два-три дня вот тут еще китайская конечно марка не все знают кто-то так с предрассудками относят у кого-то просто там есть в службе безопасности там ну если китай обязательно короткий срок и больше платеж потому что типа он не доезжает да но сейчас уже другие машины дают а у них все равно счету они по старинке отработают вот такая вот ситуация с лизин компаниями но будем надеяться что из этой компании дальше поработаем еще возьмем у них машина вот такие дела